И с другой стороны, если вы вместо этого полоса поставили бис, то компилятор сможет понять, что это именно, что это именно полоска лумба, которая нужна, именно непосредственно по, не по типу объекта, а по самому объекту. Кроме того, как вышли в этой фабрике, это синглутоны, мы стали их при помощи реализовывать, и с помощью ключевого контента можно скрывать реализацию от пользователей, ну контентную реализацию. У нас будет видно из филлянского хода, вот эти вот экстракт, видно ОФ и экстракт. Следующий паттерн, это, буквально стало неизвестно, какие паттерны, которые реализуют внутреннюю зависимость. То есть, внутреннюю зависимость это паттерны, которые реализуют, это только раз реализация, обращение, управление, и отличается от других тем, что мы непосредственно передаем зависимость в зависимый объект. То есть, при реализации этого, ну, реализации Defense Injection, у нас есть четыре элемента, от которых нужно принять во внимание. Это, первое, это клиентские объекты, собственно, предложения, например. Это интерфейс, с помощью интерфейс, который, собственно, этот объект требует, реализацию этих интерфейсов. И механизм, который нам позволяет эту реализацию заинжектить в клинику. То есть, например, у нас есть метод Name Provider. И у нас есть компонент, Name Provider. Который нам предоставляет, предоставляет интерфейс, Name Provider. И второе, это C&C. И все компоненты объединяются с этим компонентом. То есть, ну, соответственно, с Name Provider компонентом будет C&C. И, может быть, все остальные. И теперь реализация этих компонентов. То есть, первое, Name Provider, это предоставляет нам реализацию Name Provider, который нам реализация мета GetName, который мы выпущем. C&C будет просто выводить на это. Причем, если обратить внимание, у нас... Например, здесь C&C не зависит Name Provider компонент. Здесь мы можем написать дополнительную зависимость, что C&C будет обязательно требовать всех подмешанных компонентов. И C&C будет реализована с новыми. То есть, она будет C&C и должен нам предоставить другому компоненту, которому мы тогда ничего не знаем. Потому что мы сейчас в какой-то момент не связываем. Теперь, клиент, это будет R-Plus Line, который будет с местным рамком. Который, собственно, должен быть передан... Должен быть передан объект, который реализует interface components. Поэтому мы делаем символом объект components, который нацелет трейд components, соответственно, предоставляет interface, и которым подмешана реализация. Получается, у нас все методы, которые были абстрактными, вот эти реализации по проверке. И теперь, то есть, в main мы можем... Ну, собственно, в main мы можем заинжектить. В class client мы можем заинжектить этот объект components. В user plan. Есть другой вариант. Есть другой вариант инжекта без зависимости. То есть, мы говорим, что класс клиент, он requires a trade component. То и инжект ему следующим образом. Клиенту подмешиваем компоненты с необходимой реализацией. Так же называем рамком. Почему это хорошо? Потому что, если мы заполнили этот компонент, или неправильно указали какую-то зависимость между компонентами, то у нас просто код не соберется. В отличие от моего смарт-конфигурации. И, что приятно, что можно использовать тот же самый язык, что и для всех статусов. Обычно, как и досадок этого подхода, указывается то, что конфигурация не может быть измена грунтами. Но, это можно истратить. То есть, для первого случая, где мы передавали непосредственно объект в записанный объект, мы пользуемся тем, что компилятор Scala, на самом деле, просто чего выглядит это. То есть, мы можем написать Scala file с нужной конфигурацией, загрузить его, скомпилировать, получить список классов, выбрать из них тот, который реализует нужный нам интерфейс. То есть, в нашем точек о том, инфансировать его и передать в file. Электро-служия, где у нас зависимость уражается через, в самом-то целом, type, через отношения require-sign. Мы можем написать Scala. в котором задать всю новику подмешивания всех пациентских инструментов. И запустить его в следующую команду строчек. Главное, указать classpass, потом будет держаться все нужные жарники, указать имя скрипта, и передать нужные параметры команды строки. То есть, здесь это будет тестовая конфигурация или тестовая. То есть, если тестовая, то у нас будет подмешен тест на микробайдер компоном крипту, а если нет, то после микробайдер компоном крипту. На самом деле, конфигурируется компоном крипту. Следующий критерн – это валы опросов. Которые обычно представляют какие-то иммутабельные объекты. И равенство которых – это не просто равенство посылка, и равенство того, что они себе содержат. Для этого в скале есть специальный синтез, также это case-class. То есть, если мы помечаем какой-нибудь класс с ключевым словом case, это нам дает несколько примеров. Во-первых, для него определяется метод equal, метод bad-хэш-код, метод toString, и его интенсы можно создавать без использования ключевого слова new. Это не мачка. А это не относится. Я вообще ни про него не рассказываю, потому что итак, и функции, и много всего. Но если мы постоянно работаем с этими value object, иногда хочется по одним и финансам получить другие. То есть, например, изменить, изменить, изменить в кавычках, какое-нибудь поле, то есть получить много. Ключевое слово трейд, кроме того, что первое число уже дает реализацию метод-хэш-код. Если мы хотим если у нас есть класс, и мы хотим добавить в EOZ-компоненте какое-нибудь число, то мы можем записать эту функцию пилом, то есть, окажем, оперированное. Какая-то отличается по паре из DZ и Point, будет получена новая помощь в службе метод-хэш-код. Но, если у нас есть класс location, в котором уже есть Point и точки на этой Point, и мы хотим изменить значение Z внутри Allocation. У нас получается что-то такое. То есть, уже не так приятно, как в первом случае. Если у нас еще, например, есть один уровень, сейчас у нас еще. Что такое Z? Z, вот, верхний класс, есть Point, с Point, но Z это его код. Получается, мы должны пиртить, вложенный код, если не очень много, получается, и в любом коде, который будет изменять какие-то поля, мы должны постоянно повторять написание кодов. Для этого придумаем такая абстракция, это клинтс. Это обобщение свойств, это абстракция, которая позволяет нам изменять неизменяемый класс. То есть, удобный копировок. По сути, это две функции, которые по какому-то неизменяемому значению могут получить какое-то его поле. То есть, это у нас будет вертоль, и сет, который по неизменяемому значению и новому значению поля будет конструировать новое значение новое значение этого можно что интересно, что с помощью этих функций GTSet мы можем выразить еще модифай, который довольно очевиден. то есть, по этой мутабельной структуре и функции, которая по полю этой мутабельной структуры будет получать новое значение поля, можно сконструировать новое мутабельное линзе эти линзы обладают свойством композарного то есть, если у нас есть линза, которая получает из структуры типа S поля B и из структуры типа B поля T то можно получить линзу, которая будет работать с полем T в структуре S то есть, объекты, которые происходят это линзирование есть поскольку не мажутся, старые придаваются автоматически, а новые создаются и создаются и создаются и они копируются у нас есть например у нас есть линза, которая работает с полем Z то есть полем Z мы можем контролировать таким образом линзом и реализация геттера это очевидно то есть геттер это просто обращение в поле то же самое для обращения для работы с полем в классе location и для работы с location есть есть то есть у нас изначально была задача чтобы изменять поле Z в объектах то есть мы просто композируем три линза и получается линза которая будет работать в поле Z в классе объекта и менять его можно просто на этой линзе почему это напоминает мне нравится ваша рубашка давайте рекомендуем нового человека вы сидите с новой рубашкой зачем это все нужно да? ну да вопрос хороший зачем ну почему ну потому что намного проще рассуждать о мутабельных объектах потому что состояние оно приносит много явных зависимостей нам нужно все эти зависимости отслеживаться не все у нас получается большое поле для анализа кроме того мутабельные объекты часто провоцируют всевозможные байки то есть если их использовать в большинстве ключей хоштубницы ты понимаешь что об этом нужно знать нужно не использовать в вычислении хоштубцы какие поля и так далее но это свой инструмент то же самое сказано со сравнением объектов мы сравнили два объекта наложили что они равны потом что меняли а уже информация о том что они равны она уже устарела то есть мы тоже должны в этом связи сделать этот инструмент кроме того что вообще в многоблаточных приложениях все еще можно получить еще больше всевозможных неявных зависимостей то это уже больше к подписанию кода относится хотя в первом смысле прицел но что важно что она убирает некоторые проблемы проектирования точнее какую проблему как проблему круга элипс то есть у нас есть наивная реализация разделиться все в порядке у нас есть два поля размер оси алина оси моменты которые позволяют долю техносетов пространить дальше что мы думаем что круг это элипс в математическом смысле хорошо мы их сделаем и он принимает его патрукзак будет принимать радиус поскольку круг это такой элипс у которого мы создаем его с размерностями равными баллу ложной разницы но у нас этот элипс на начальном этапе то есть stretch x stretch y они будут изменять что получится если мы будем призывать метод после призыва этого метода он уже перестанет быть трудом то есть у нас будет нарушен контракт что делать тут у нас работает именно эмотабельная у нас есть у которого есть два методных поля которые имеют тот же технические или математические суммы но методы stretch x stretch y они будут не растягивать этот же они будут создать новые методы методы тогда мы можем свободно университь тему потому что у него будут эти методы строчи строчи но будущие выставки они будут тему соответственно для реакции метод строчи но тут получается проблема что у нас если мы уже круг растянули то даже если мы обратно его стягиваем на то же значение он уже все равно будет оставаться это можно решить примерно вот таким образом если мы точно знаем что у нас иерархия классов она 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 мы не мы 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 знаем все варианты классов которые есть мы можем вообще все методы убрать из и вынести вынести потому что стали методы могут быть написаны на уровне метод и получается эти штуки эти методы будут работать но если в результате его растягивания так уж вышло что размеры стали равны то мы сделаем как бы в компайлтайме мы это все равно не увидим потому что мы не можем это проверить но в рамкайме например если у нас реализация каких-то методов и элипс различается то будет вызван именно корректный соответственно есть вопросы по эрмутабельному объекту почему это хорошо вопросы вопросы о презентации то в подключение а это слайд это типа как начать Какие моменты получаются? Мы определяем какой-то предикат, по одному плате, для того, по которому играем в устройство? Ну, мы определяем функцию, это не какой-то предикат, но это не функция, в которой мы работаем. Вот этот тип продажиста, тут самая какая-то. Я, полка излишена, вот первая точка, которая готова. Можно еще раз повторить? Как эта конструкция глотически читается? Ну, с PointZ, мы используем линзу, которая будет из класса типа Point будет доставать значение значительных инты. Причем эти инты будут именно значениями поля Z. Соответственно, мы можем построить из какой-то точки инта, точку с новым полем Z. за полностью катируется было, а только мы можем одну переменную в одном поле. Да. Это цена за то, чтобы не думать о том, на самом деле это не очень часто используется, и вообще, то есть есть нужно какие-то функции писать. Есть библиотеки, которые это все автоматизируют. Возможно, Point.Z и у вас будет линза, которая работает с Point.Z для любой точки. Ну, тут еще стоит заметить, что если мы, например, хотим эту функцию loop Z, то мы должны получить линзу loop Z. И у нас мы будем линзу loop point мы будем переиспользовать, нам нужно второй раз больше. Еще вопросы? Пропрутите так пару часов назад. Сначала, пожалуйста. Первый. вопрос. Да. Если у нас два класса, то есть два и третьим вопросом будет исследовать вопрос. Как будет безопасно исследовать вызов какой способ будет? В смысле это два трейда. Нужно будет указать я супер в квадратных скобочках имя а а или б а нет имея в виду, что если он будет вызываться клиентом, его нужно будет заворачивать. Если он используется внутри класса, то супер и внутри класса. можно будет супер скобочек. Если извне класса, то его нужно будет заворачивать. Ну и точно так, что я указываю какого класса он должен вырадить? Нет, оно вырадит для всего нового класса. То есть мы должны сделать вырадить. мы вырадим что прочитать ваш прохладим? да, прохладим. Это совсем понятная штука Декоратор, трейдер. По трейдерам, тут, я думаю, у него что-то сложится. В конце вызывается класс, в конце 20-20 классов. Так. А ленилизация как-то? Что означало фразу, то трейдер позволяет описывать зависимость друг от друга. То есть, если мы не подмешали, то не сможем функционировать. По варианту, когда это может быть. По трейдерам, которые ленируются, ленируются, тоже по идее, все понятно. То есть, мы просто используем не исследование, а передачу поведения через конструктор. Это просто другой подход, но он не является какими-то друг от сайенсом, чем-то сложным. Так, кто тут больше всего вопросов на данный момент? Кто больше всего я, очевидно, помню. Вот. А кто больше понравился. Кто, вижу, кто еще задавал вопросы про линзы. И еще. И еще. Хорошо. Да, вот эта штука имеет смысл, у кого есть машина. Потому что, как мне объяснили, это какая-то наклеечка. А эта штука какой-то смысл имеет? Не знаю, у меня собака такой. У кого еще есть собака. У кого еще есть машина, да. Это для телефон. Х theres for tech Сегодня я вам расскажу про Сторм. Сначала пару вопросов. Кто знает, что такое Сторм? Это классно. Кто им пользовался? Значит, кто-то будет помогать. В прошлый раз я рассказывал презентацию на шоке, поэтому немного контента с самой презентации. Сначала минут 15, как это работает в целом. Потом минут 35, как это запустить, как это проверить, как продемонтировать. Пошли мы напишем в прямом режиме, почти в прямом режиме, свою топологию и протестируем ее. Ну, а дальше немного паттернов, как это можно использовать реально в продакшен. Ну что же, поехали. Сторм — это фреймворк. Лучше сказать, это больше похоже на контейнер, который выполняет ваши определенные участки кода, что особо накладывает свои ограничения. Кто его разработан? Разработал его Twitter для собственных нужд. Зачем он был разработан? Упоку бикбейта виды хотели выделяться. И вот он думал следующую концепцию, которую мы рассмотрим дальше. Где можно использовать Сторм? Сторм обычно используют для ETL-трансформации, которая очень highly available. Можно использовать для онлайн-обучения каких-то компьютерных систем, ну, например, нейронных систем очень часто. Можно в прямом режиме вычислять какие-то осуществленные значения или выполненные какие-то операции. Причем это очень highly scalable или available. Это основные паттерны где-то используются. Так как это Application Server, он накладывает свои ограничения. И основные ограничения – это стеки технологий, которыми вы ограничены. И так, в Сторме есть. Написан он на классном языке Closure, что иногда тоже доставляют. В нем есть Net-тип, причем сразу же есть J-тип, непонятно зачем. Основной его синхронизацией – это Zephyper. Теперь это вот слева человечек в зеленом. Вы знаете, что такое Zephyper? Для тех, кто не знает, двух словах – это, можно сказать так, распределенная файловая система с набором листнеров, которые позволяют вам определять состояние сервера. То есть, как это работает? Вы ставите несколько новых Zephyper, они определяются в кластер. Это древовидная структура, в которой вы можете записывать какие-то свои данные. И при их изменении будут вызваны определенные листнеры, на которые можно повесить триггеры. Что это нам дает? Мы можем мониторить состояние сервера. Сторм так и делает. Он создает папку Storm в Zephyper, пишет туда херстгипты и по определенным тайм-аутам их проверяет. Это довольно ключевая особенность Storm. Для его запуска вам нужно еще Zephyper. Поехали дальше. Storm можно распределить с помощью двокера. Это контейнер, который используется для Linux и для уменьшения депенденции. Также в нем встроена система сериализации. По дефолту это CRIO. CRIO – это довольно быстрая система сериализации. Которая своими хитрыми механизмами преобразовывает ваши данные в байты. Если вы не подключите CRIO сериализацию, то тут будет использоваться Java сериализация. Она имеет для своих недостатков. Самый главный из них, так как это concurrency framework, если данные будут перекидываться между нодами, если это будет CRIO сериализация, то ваши топологии будут выпускаться на одной топологии, на одной машине. Данные сериализироваться не будут вообще. И это будет быстро. А если вы будете использовать Java сериализацию, данные будут сериализироваться всегда. Кто это использует? Есть маленький список того, кто использует. Store вставлен на данном слайде. Ярд, Twitter, Xpedia. Даже как-то он ворк за большие деньги может вам продать. Итак, больше, поболее подробнее, как это работает. У нас есть мастер-нота. Называется она в Storm это Nimbus. Она одна на кластерах. Также у нас есть ZooKeeper. Это хранилище для персбитов и состояния кластера. Он выделен здесь отдельно. То есть вам нужно поставить ZooKeeper в любом случае. Также мы теперь пишем свои данные супервайзеры. Супервайзеры, если кто работал с Linux, произошли от слова SuperWizard. И это менеджер потоков в Linux. Ну, что-то похожее здесь. Супервайзер на самом деле это отдельный бокс. То есть это настоящая физическая машина. Их может быть множество. Внутри супервайзеров вы можете запускать воркеры. Воркеры это GVM. То есть внутри супервайзера вы можете запускать много GVM. И все они будут синхронизированы. То есть это как устроен Storm по верхности. Например, что. Рабочей силой в Storm является топология. То есть любой код, который у вас есть, должен быть оформлен в виде топологии. Что такое топология по сути своей? Это как-то какие-то компоненты, которые есть в Storm. На самом деле всего два. Ну, глобальный. Это спаут. Изображен в виде крана. И болт. Изображен в виде молнии. Комбинируя спаут и болты, вы можете строить свои топологии. И связывать между собой. Очень сильно напоминает модель актеров. Если кто знает, что такое фреймлок ARCA, это довольно похоже, только распределенно и пластеризируемо. Для начала работы вам нужно построить свою топологию. Написать какие-то компоненты. Как-то их объединить. Ну, и запустить. Маленькими вальчиками изображены частички данных, которые бегают между этими компонентами. Они и местные насыщения. Теперь посмотрим, как это работает под капотом. Спаут. Спаут — это источник данных в сторону. И его ответственность — это создавать входящие данные и отправлять его в топологию. Также спауты могут получать окно облажнение о том, что все прошло успешно. Ибо все прошло действительно успешно. В зависимости от того, какой спаут вы реализуете, вы можете этот функционал менять. Что мы посмотрим, да? Но основное нужно запомнить, что спаут предназначен для посыла, для генерации топологии, а потом для посылов внутрь топологии. Следующий элемент — это тюкер. Тюпл — это репрезентация ваших данных. В Сторме она всегда представлена в виде байков. Причем вы должны с этим считаться. И если вы эти данные не подготовите, то на другой машине, либо даже на этой же машине, вы можете их не получить. Поэтому вам нужно их определенным образом сериализировать, что говорили вначале. Лучше по дефолту Сторм ввязает криво сериализатор. Если он не найдет репрезентацию для вашего тюпла в криво сериализаторе, он будет использовать стандартную джаутскую сериализацию. Но если вы забудете отметить свою тюпл как сериализацию, то вы получите нежданную эксепцию. Ну и после того, как вы сделали спау, вы писали свои болты, вам нужно их правильно соединить, чтобы это все правильно работало. Для этого и входит определенный путь. Ну и последний механизм – это болт. Болт – это ваша рабочая лошадка. В болте вы реализуете весь тот код, который должен быть испоят, выполнил, и который оперирует вашими тюплами, что-то с ним делает, отправляет в следующий болт, либо на этом операция заканчивается. Если это последний болт, тогда спаут может получить… Нет, ну не последний. От любого болта спаут получает обновление, о том, что болт отработает правильно, либо болт упал. Когда вы сделали свою топологию, мы можем ее расследовать как нам угодно. Мы можем создать два спаута, четыре болта типа А, три болта типа Б, еще болт типа С, и соедините в произвольном порядке. Ну и причем это можно все выполнять как на одной настоящей машине, в разных ГВМах, в разных попоках, так и на одной ГВМ, но много попок. Это уже как хотите вы. Как работает супервайзер? Супервайзер, как уже говорилось ранее, это бокс, это машина. В нем можно запускать несколько процессов воркера. Воркеры – это ГВМ. У каждого ГВМ будет в своем распоряжении определенное количество экзекьюторов. Экзекьюторы – это потоки, внутри которых в ГВМ вы можете выполнять свои задания. Таски – это ваш код в болтах, которые могут выполняться как в одном потоке. то есть на одной ГВМ одна таска в одном потоке. Также, кто не гарантирует, как он раскидает таск, он может раскидать и объединить их в один поток, внутри одной ГВМ и выполнять три ваших болта в одном потоке. Это можно переопределить. Что такое слоты? Слоты – это количество воркеров, которые могут быть запущены на ноде супервайзера. то есть сколько ГВМ будет запущено на одной машине физической. Этот параметр конфигурируется, его дефолт он равен четырем. То есть вы можете запустить четыре ГВМ. Вот это. Проект, летали. В основном это вся информация, которая вам нужна, чтобы понять, ну что дальше. Теперь от слов, вроде все понятно, перейдем к живому дему и сделаем с вами маленький примерчик. Сразу же обойтемнемся от ограничения. Итак, что мы хотим сделать? Мы хотим сделать вот такую-то баллогику. Мы хотим получать данные через G, типа HTTP, POST-запрос. Мы хотим, причем эти данные будут, что XML. Ну, типичная ETL-задача. Приходит XML сложить в источник хранилища в нашем экзампле comma-separated value. Кто работал с ходу, к вам знает, что comma-separated value для них это классно. Они могут по ним построить табличку. Ну, не идеально, но могут. Поэтому мы хотим сделать X-PAS, болт, который по определенному полю выбирал, подходит ли нам данные или нет. На основании этого решения отправлял их другие болты, которые бы сохраняли их в разные, например, BIM. Итак, ограничения. В код сразу, сейчас я его показываю, не претендует на звание самого правильного, не претендует на Java Convention. Там очень много антипаттернов, но это сделано специально для того, чтобы показать все возможности, которых в Storm большое множество, как можно это все конфигурить, как это можно запустить. Поэтому, чтобы это умещалось в принципе в 50-е строк-кода, там есть много строк-кода, но при хорошем желании понимать, как это работает, вы можете сделать в 50-е строк. Итак, попробуем это все запустить. Итак, начнем с процессора, со спаута. Вот. Это вас в принципе видно? СК. Да. Можете подчислить? Вы показывали компонент Tupel, и он где размещается? На болт или на тупу? Нет. Tupel это данные, которые бегают на тупу. А я понял. Это гадящие данные? Tupel это ваши данные. То есть спаут генерирует данные и говорит отправь мне эти данные на болт. Вот это называется Tupel. На самом деле это да, кстати, маленькое точнее. Давайте поможем на вот это вы можете задавать вопросы поднимайте руку и напрямую потому что в конце презентации довольно можно терять смысл и я буду стараться отвечать на них сразу если смогу то смогу извините. Хорошо. Поехали. Начнем со спаута. Извините, а себе сложно переключиться на какую-нибудь тему? Нет. Думаю тему это классно. я тоже пользуюсь на первой ситуации где это можно сомарайз дарк сомарайз дарк дальше Начнем со спаута. Видно? Хорошо? Да. Чтобы сделать спаут вам нужно реализовать вот такой интерфейс. Классно. но зато они есть вот здесь. Все поместились, да? Давайте посмотрим какие здесь есть методы. Что такое Open? Метод Open вызывается тогда когда ваш спаут иненциализируется на Worker. То есть в этот метод вы можете запихнуть по сути это конструктор. И сюда вы можете запихнуть любую иненциализацию которая вам нужна. Что такое мапа? Мапа это презентация конфига в Storm. Вот такая Storm такая вещь классная что все конфигурается через мапу типа string object. И положить туда можно что угодно если вы где-то немножечко забудете что вы туда положили вы можете спрятать много проблем. Что такое Open? Open context это настройки динамические которые можно задавать при start без power. Также там есть несколько много метрик всякое интересное обычно это не используется хотя для спаллот output коллектор это то место куда вы можете отправить данные вы подготавливаете здесь тюпл и потом вы его отправляете то есть для работы с этим вам нужно на самом деле в методе в реализации этого интерфейса вы создаете приватное поле private final спалл коллектор коллектор и в методе open присваиваете самому правилу поле который вам заинжектится вот для чего предназначен open вопросы есть? класс метод close вызывается когда топология завершается здесь по сути здесь вы можете закрывать ну например мы будем реализовывать джеки внутри спаута и когда спаут будет закрываться когда топология будет закрываться в методе close мы убьемся что такое activate и deactivate это классные методы которые вызывают storm в определенных случаях storm довольно умный и изначально настроен на максимальную производительность поэтому если ваш спаут определенное количество времени которое задается в стройке ничего не производит не создает данных ну например на джете ничто не паблишится зачем ему работать мы можем его деактивировать и выключить и вывести из ротации через определенный момент тот который указан в настройках нимбус посмотрит на зуки увидит в нем что данный спаут столько-то спит и вызывает у него метод activate на самом деле стег вызовов такой deactivate вызывает close activate вызывает hold плюс внутри этого всего ну то есть это зашивание внутри активейта вы можете выставить любые какие вам интересные действия если вы хотите знать что ваш если ваш спаут перестартовался пожалуйста в методе activate спаут стартанул в методе deactivate спаут остановился довольно полезно потому что сторм может активировать спауты довольно часто и на продакшене это нужно если вы не имитите ничего в топологию через определенное количество времени он вызовет deactivate и осталось остановиться что такое метод nexttuple nexttuple по сути это метод который вызывается в бесконечном цикле внутри сторма то есть сторм внутри себя вызывается периодичность которая тоже конфигурируется метод nexttuple nexttuple его обязанность взять слоу output коллектор и займите туда что-то ваш tuple вы в методе nexttuple можете делать всякую магию ну например у нас есть джеки мы присылаем реквест храним это где-то например в очереди при nexttuple мы говорим посмотри есть что-то в очереди если что-то есть достань и займите spout of food коллектор ну и ваши данные обязательно что нужно делать это вызывать спаут of food коллектор если это вы не сделали данных в storm вы не процессите топология работает но данных для обработки нет это иногда тоже нужно и мы посмотрим когда что такое метод acknowledgement это тот метод который вызовется на спаунте после того как последний болт произведет успешно его операцию если он произведет не успешно вы получите fail то есть этот механизм для транзакционности здесь вы можете повесить механизмы retry также в storm это базовый интерфейс в storm есть другой фреймворк я про него рассказывать не буду который реализует окно фейл за вас называется 3d но он довольно сложный если будет интересно можно будет хорошо поехали дальше то есть мы посмотрели сам теперь мы посмотрим как же сделано jet мы рассмотрели сам face теперь рассмотрим jet спаунт это класс который файл потом рассмотрим который имплемент и реч спал правильно если вы были внимательны и реч спал экстендит не один интерфейс а два второй интерфейс имеет следующие методы спал и м как мы рассматривали в презентации спал спал нужно нужно знать в какой болт отправить тот тюпл который там есть вы можете задеплорировать спал пожалуйста отправлять наши тюплы наши данные вот именно в эти болты и как это делается дальше если вы хотите получать на лету компоненты конфигурацию компонентов вы можете определить еще метод компонентов обязанность имплементить интерфейс i-компонент есть у всех компонентов storm то есть она есть у спалта она есть у болта ну и все потому что больше ничего нет поэтому в основном делают следующую вещь но это не обязательно но довольно приемлемо мы нужно создавать вот не сильно видно хорошо создают обычно один класс который имплемент этот компонент и в нем определяют для всей топологии которая будет выкладываться набор полей которые могут быть выполнены куда может быть заимечено сообщение данной топологии как это работает вы получаете декларер у декларера есть множество методов и мы ему говорим пожалуйста storm сделай нам новое поле которое будет называться здесь параметры это строка либо list строк вы ему говорите в моей топологии будут поля которые строками объединяются вот так на самом деле это моя константа и там просто написано вы говорите как называются ваши поля и потом переходим к их декларирование мы говорим у нас будет новое поле storm message поле это отвертка над тюклом получать данное с тюклом можно по паркам дальше можно в декларере говорить декларировать как будут вести себя болты ну например задавать несколько потоков то есть спаут может вымитить если вы помните вот так вот если посмотреть на эту картинку спаут отправляет по дефолтному пути по дефолтному стриму данные в x-pass фильтр а x-pass фильтр на основании своих каких-то декларов и чтобы сделать вот такое разделение вам придется сделать два разных стрима то есть красная линия это стрим по сути дела это дорога по которой будут лежать месседжи определенного типа вот наша топология как мы это представляем в java ходе мы говорим деклар стрим сделай пожалуйста нам вот такой вот стрим виза стрим и скажи что в нем будут бегать вот такие поля точно так же мы делаем и другой стрим чтобы было более понятно см который мы будем отправлять будет собой содержать название типа платежа карточки виза либо мастер я хочу чтобы внизу сохраняется в одном файле мастер да лод балансер есть и он определяется по крестбитам в зу кипере это дефолтная настройка и storm может сделать вам ребаланс вашей топологии в зависимости от нагрузки которая будет испытываться на эмит на эмит то есть она автоматически да да она может регулировать это в определенных пределах автоматически но в следующем момент когда у вас будет я также показываю как мониторит сам storm и как это работает вы можете дойти до определенного момента когда вам не хватит производительности ну допустим мы говорим запусти нашу топологию на одной боркере что такое боркер jvm он создаст три потока и запустит спаун волк волк еще один и если я буду иметь допустим миллион сообщений он не справится что делать я говорю storm запусти мне эту топологию на двух физических машинах в четырех разных gvm да еще чтобы там было по одному потоку и он автоматически вам будет балансировать на те машины которые с меньшей нагрузкой перераспределять вашу нагрузку это да общие данные это все координирует нимбус и хранит внутри зукипера каждый воркер при старте создает папку внутри зукипера и в нем записываются внутренние карпиты причем я вам покажу конфигурационный файл где это будет видно какие там есть действительно настройки то есть из этого слайда мы определили спал ну сейчас покажем как основной практически всегда используем нужно создать класс в котором декларируется один раз для данной топологии какие в нем бывают сообщения какие есть еще методы ну это основные методы которые можно использовать ну которые очень популярны но есть еще и много других вот декларифстрим декларифстрим да еще и причем с различными видна то есть они особо не отвечают и отвечают так своими сегментами так хорошо тогда перейдем к джетт спаут итак мы создаем блогер делаем приватное поле спаутов коллектор создаем какую-то request q что такое request q это место которое имплементировано не очень круто пока потому что оно синхронно ну ничего где будем хранить те реквесты которые приходили к нам на джетт ну и создаем собственно сервер сервер это джетт итак метод open вызывается при старте топологии что мы делаем мы инициализируем наш коллектор к серверу говорим стартуй на порту 0 кто-то знает что такое 0 ну почему 0 ну да вот что сделает сервер если там 0 рандом выберет правильно он выберет рандом папик здесь сидит зачем зачем это нужно ситуация вы говорите здоров а стартани ко мне пожалуйста с параллелизмом 3 и подходит и порт а он говорит а я стартану вам на одном физической машине но с трех разных gvm что будет с джетти правильно поэтому если вы хотите делать джетти нет если вот вам папа скажет что он этого не может сделать если вы говорите ему 0 он выбирает свободный порт да еще и причем больше 3500 ну если у вас будет на сервере питторы ну да но все равно возникает вопрос никто не хочет задать если он выберет рандомный порт как я узнаю куда паблишь разве я знал ну это решается в данном примере это как это тема пример я буду это узнавать из блога поэтому я не пишу логинт джеки стартану порт правда как это решается в продакшен не нужно забывать что у нас есть звуки и зачем нужен звуки для записи каких-то данных причем вы можете сюда получить звуки потому что он здесь есть ну и что не мешает вам записать как я пишу блог в звуки тот порт и тот ip на котором будет поднят этот джейт это правда накладывает ваши ограничения на клиент который будет паблишен сюда он должен должен работать с зукипером поэтому зукипер в нашей архитектуре да и в бигдате вообще очень крутая вещь и без него никуда хотя и ключная даже ходу его используют вот хорошо то есть как мы определим куда паблишить и зачем можно здесь 0 довольно понятно что такое request queue очень очень простой класс очень что здесь плохо блокирующая очередь то есть вообще не круто добавляем getMessage ну и если очереди не пусто удаляем а если пусто возвращаем now метод handle который собственно и принимает от нас запросы что он делает он получает из реквеста байты и создает какой-то непонятный месседж месседж это наш тюбл вопрос на второй подарок в каком условии должен удовлетворять месседж если это тюбл в сериалайзер сразу три сразу три правильно там вся такая последний вы раде ответ все предыдущие да это первое условие вопрос второй это не единственное ну как единственное но есть и другое смещающее условие что должно быть если не сериалайзер внутри сторма в сторону имеет криво правильно то есть либо вы определяете сериалайзабл а машина есть? нет нет тогда вы отключите машину то есть если не сериалайзабл тогда должен быть обязательно криво причем как говорилось раньше повторю еще раз если у вас ситуация топология запустилась на двух разных машинах физических и у вас получилось спаут эмитит это сообщение на другую физическую машину он должен сериализировать отправить по сети где сериализировать и что то с ним делать правильно? можно это контролировать на двух физических машинах или на одной? да есть стратегия это отдельный интерфейс по дефолту выбирается в зависимости от зубкипера хардбита какая производительность дефолтные настройки количество воркеров он старается распинуть на все на различные физические машины ты говоришь хочу три воркера он по дефолту если у тебя есть три физических машины он создает по одному на каждой машине если производительность плохая ну например цепу какой-то болт хавы то он может создать два воркера на одной машине один воркер на третьей машине в зависимости определенного периода он проверяет хардбиты в зубкипере и делает ребаланс он может не спрашивая у вас причем сохраняя все последовательские месседжи взять и сделать ребаланс перекинуть эти воркеры с одной машины на другую даже если данные еще не обработаны да он вам гарантирует что нет ну как болт доработает дальше спаут не будет эмитить тюплы он останавливает воркер запускает на другой машине получает окложен в зубкипере и данные идут туда допустим если у вас параллелизм 3 он сделает так делает ротацию один останавливает два испытывает большую нагрузку второй этот поднимает на другой машине и данные опять начинают течь на 3 а да почему нежелательно ваши данные тюплы в имплементе сериалазбл представим ситуацию ваша топология запустилась на одном воркере на одной физической машине в одной gvm в разных потоках если вы имплементе сериалазбл ваши данные и здесь будут сериализироваться хотя вы работаете внутри одной gvm внутри внутри разных потоков но вот этот пласт будет всегда сериализироваться благо что он здесь хороший красивый и простой но если там какая-то муть это долго поэтому акриво вам гарантирует если ваша топология полностью запущена на одной gvm ваши тюплы сериализироваться не будут вы выигрываете в производительности что собой представляет байк и байлот мапа какой-то метадат дефолтный конструктор для вот этого конструктор не дефолтный ну и сеттер не особо интересно ну никак не можем досмотреть спал ну дальше пойдет легче хорошо то есть мы опен сделали что такое реквестки понятно как мы получаем куда данные понятно как там храним понятно следующий классный метод next next как я говорил выполняется в бесконечном цикле внутри стороны с определенным таймаутом вызывается вот этот метод это все конфигурируется как он работает он говорит дай-ка мне сообщение и если оно не now я отправляю сообщение внутрь коллектор имеет ну то есть на самом деле вот это вот да не принимает принимает лист объект ну очень сложно потерять что-то задоложил поэтому придумал дополнительный класс который экстендит лист и внутри имеет классные свои всякие что может делать коллектор еще ну то есть понятно при старте мы стартанули JT JT работает если какой-то приходит запрос он ложится в блокирующую очередь дэнн дэнн классно next tuple с большой периодичностью мы блокируем JT ну потому что он не будет работать дальше потому что там блокирующая очередь с 2 потока мы работаем т.е. next tuple называется в 1м потоке в GVM а там В другом потоке и она нам говорит блокирующая очередь говорит не дам по очереди заходи Это плохо, но это чисто демо пример, потом расскажу, как делать нормально. Коллектор emit. Эмит самый важный метод в этом коллекторе. Мы говорим отправь. Если мы говорим просто, new values, в Storm, как мы уже смотрели, есть стримы по дефолту. Там просто дефолтный стрим, называется он дефолт. Также в коллекторе есть много методов. Отправить просто сообщение. Отправить сообщение с каким-то месседж-айди. Вот видите метод acknowledgement. Он получает object. Вот этот object это тот месседж-айди, который вы займите. То есть вы можете хранить внутри себя, например, мапу тех сообщений, которые вы отправили. И когда будет приходить acknowledgement, вам придет этот объект, то есть ключ, и вы можете из мапы удалять. Может передаем многократно получили этот тюкл от полка к полку? И данные меняются. Значит object, потом уже будет несколько объект. Нет. Тот, который мы породили там. На самом деле это будет как бы работать вот так. Этот объект за пределы спаута уходить не будет. Ну вы можете передать, например. Обычно делается вот так, да? Потом мы говорим. Это, конечно, не производительно. Но можно подумать много всяких классных вещей. Идем сюда. Мы говорим лучше сделаем нам эдако. Поле. Потом мы говорим. In progress. А. Айди. Ну, сама суть. Потом здесь. Мы говорим. Мы отправляли ID. Поэтому. И. In progress. Если бы здесь был бы там get. И здесь in progress. Классный диск. О. И здесь ID. Ну, не оптимально, но смысл понятен. То есть, вы можете хранить тот стейт. Я отправил 10 сообщений. Из них Акноледжмент получил только на 9. Вопрос. Где одно сообщение? Если оно не пришло в fail, значит в сторону вот где-то проптыкал. Акноледжменты болты один другому отправляются? Вот. Вот как это работает. Вы можете построить по вот такому принципу похожему транзакционность в базу. Есть, как я уже говорил, Trident. Фреймворк, который решает вот эту проблему с листом, который бы не очень быстро работал. Вот здесь. Посмотрите. Но это другой разговор. Когда Сторм может потерять ваше сообщение? Ну, например, ваша машина резко упала. Ну, вообще, что там? Кто от болта отправит вам окно? Ну, вы же не увидите, поэтому никто. И вот так вы можете контролировать, да, действительно, мы потеряли. Еще один вариант. Есть дефолтная настройка. Если Сторм не получает в течение... Ну, это надуманный пример. Потому что если Сторм не получает в течение 30 секунд ответа от последнего болта, он говорит fail. То есть он за вас поделит. Вот так вы поделите быстрее. Так, хорошо. Это выбрали. Интересно. Интересно. Классно. Хорошо. Что можно делать еще? То есть можно говорить, можно коллектить с определенным айдишником. Можно коллектить в определен... Вот под этим. Можно коллектить в определенный стрим, который мы задекларировали. Определенные болты. Ну, и определенное количество айдишников, если вы хотите. Можно закоммитить непосредственно. Если вы хотите перепрыгнуть через один болт, например, или отправить сразу последний, вы можете, зная так званый идентификатор этого болта, отправить ему какое-то сообщение. Ну, вот это вот ваше API. На самом деле, один из самых простых, ну, самый главный метод это иметь, отправить. Он возвращает список интов. Список интов он вам вернет... Да. Он вернет айдишники того, что он отправил. Если там чего-то не будет... Да. По которому можно найти и перепрыгнуть. Да. Айдишники тех болтов, где вы будете. Фейл. Точно так же, что и здесь. Активейт и деактивейт мы не определяем. Ну, надеемся, что стор нас не будет у нас останавливать и потом запускать. Ну и метод close. Оу, не успеваем. Метод close. Останавливаем джеки. Хорошо. Со спаутом разобрались. Поехали к болту. Это тюпл. Это такой же тюпл, как и вы приметите в интерьере. Я вам сейчас покажу. Для болтов есть два основных интерфейса. Это iReachBolt, который выглядит вот так. И, как вы видите, iCompone здесь тоже присутствует. Поэтому нам нужен был свой класс. И iBolt. О, класс. Вот. Что у него есть? У него есть метод prepare. То же самое, что и open. Он получает конфигурационную мапу всего Северсторма. Контекст топологии. И, как несложно догадаться, он же должен получить callput коллектор, который делает то же самое. Есть метод execute. Execute самый классный метод. Лучший ваш друг, где сополняется ваш код. На вход получает тюпл. На выход должен вызвать коллектор. Если не вызывает, не классно. Какие ограничения с этим интерфейсом мы рассмотрим на примере. Метод clean up. То же самое, что и destroy. Ну, close, не destroy, а close. То же здесь мы что-то освобождаем. Смотрим. Реализация первая. Если... Да, она. Вот. Наши три метода. Мы имплементим наш файл field declarer, в котором мы говорим, как мы связываем. Имплементим iReachGold и имеем мапу. Внутри вот этого метода. Первым делом мы определяем коллектор. Как мы говорили, мы строим их пас. Значит, нам нужен их пас. Не очень сильно прицеп, обычный их пас, без ничего. Для быстроты и понятия. Ну, чтобы было более понятно. Почему плохо, если вы распараллелите, сам их пас, он не трэд фрейд. Итак, мы говорим, а ну, создай-ка нам документ builder, скомпинируй нам их пасы. Так тоже делать не очень классно. Ну, можно. А, всё можно. Если не можем, говорим и падаем с exception. Хорошо. Итак, основной метод идёт здесь. Вот. Мы получаем тюпл. Называется он их пункт. На самом деле это какой-то класс. В нём, вот, есть свои методы, как вы можете достать. FieldIndex, GetBinary, можете чисто байты достать. То, что вам застерилизирует Java, или чисто то, что вам застерилизирует Rio. Достать байты по филду. И ещё много всего. Можете достать все филды, которые вы задекларировали. Но самый useful метод, это вот этот. GetObject, GetValueByFilt, который возвращает вам object. Вы же знаете, какой вы филд туда отправляли. Но поэтому нужна эта константа. Потому что констант, это классный бас, который практически в любых топологиях встречается. И там декларируется неизменяемое значение, которое при настройке. Вы говорите, дайте мне, пожалуйста, этот филд. Вот здесь. И сверните мне его в месседж. Ну, что это же месседж. Я же вложу в месседж. А если вы вложите туда не месседж, вы получите истальше. Ну, а если вы не заимплементите сериалайзер, либо не подложите крио, вы даже до суда не дойдёте. То есть, Spawn начнёт имитить и упадёт с тем, что я не могу сериализировать ваш тюбл. Ну, я говорю, методата. Доставим, там, мапа была, если вы помните. Паутут, спил. Дальше, следующий. Основный паттерн за стурмом. Тюбл должны быть инмьютабл. Почему? Потому что он как-то их внутри хранит. Все говорится, пожалуйста, во всех болтах делайте копии. Потому что если в нём изменится состояние, и когда его будете сериализировать, на самом-то храните где-то, где-то три, об этом я вам расскажу. Но если там изменится состояние, я не гарантирую доставку. То есть, копируйте, копирующие конструкторы. И основной метод. Коллектор.Emit. Оправь дальше. И вот, если вы определяете iReach, болт, коллектор окно-ложный, вы должны вызывать сами. То есть, вы сами решаете, да, я отправляю окно-ложный. Я говорю, я отпроцессил то, что ты мне отправил. И в спауте вызывается окно-ложный. Если я ловлю exception, я говорю, нет, брат, fail. В спауте вызывается fail. Метод clean-up довольно простой. Я напомню, куда дальше идти. Ну, вот следующий болт про emitter. Про emitter вы emittите в дефолтный стрим. Вы же говорили, как связанный болт. Ну, я вам покажу. Но на самом деле, когда вы генерируете топологию, вы говорите, из спаута по такому стриму в такой болт. Когда ты emittишь вот так, ты emittишь стрим, называющий за дефолт. Все, что подписано после этого болта на стрим дефолт, он получит это сообщение. Там еще можно добавить на то, что это при билдере, да? Да. Это при построении топологии. Это будет дальше. При билдере. Этот метод, он довольно простой. Он просто выполняет экспасы. То есть я хочу положить в мапу то, что я достану из экспасы. экспасы. Я говорю, построи мне, пожалуйста, дом по тому пайлоу, что у меня был. Get пайлоу. Ну и потом просто к нему примени 4 экспасы. И положи вот такие поля. Есть второй способ определения болтов. И он заключается в следующем. Нужно был iReach болт, а теперь iBasic болт. Надо уж спрятаться. За что? Код один и тот же. Basic. Да. Спасибо. Код один и тот же. За исключением вот этого. Я немного его подправил. Код не соответствует этому. Как вы говорили, как он узнает, куда отправить. А вы говорите, а я хочу вот сюда. Такой стрим, а этот такой. Как он работает? Точно так же мы получаем месседж, экстрактим их, применяем их с пассами и смотрим на payment type. Лучше так не делать, конечно. Это хардкод. Но для образовательной цели, я думаю, только пока нет. Если в этом XML был маэстро, займите, пожалуйста, мне в этот стрим. А вы покажете, где блокбейн инциджируется? Да. Я даже вам их запущу и запущу на кластер и блокбейн. Я в смысле. Коллектор, эмит. Если это было не маэстро, значит, это была виза. Ну, мы будем писать только два типа того. И отправляем их дальше. Как вы видите, кто заметит, чего здесь не хватает из предыдущего примера? Ну и подсказывать. Так, кто смеет? Я. У меня машина как раз. Машина. Спасибо. Да. Этот интерфейс делает такноуэллэжмент за вас. Если не было эксцепшена, тогда это акноуэллэжмент. Если эксцепшен был, вы говорите да, и вот здесь одни из самых классных графлей. Если вы не напишите этой строчке, файл не вызовется. Вы должны прокинуть внутри сторма определенный эксцепшен. Он определен внутри сторма. То есть внутри этого болта I basic I top вы должны одно, потому что вы можете не вызывать, но файлы контролируете вы. И вы должны во время файла выклинуть этот эксцепшен. Этот эксцепшен пойдет, и тогда в спауте вызовется файл. То есть вот этот болт он режет. файл если файл тип маэстро отправляют в один стрим, если другой в другой стрим. Теперь у нас должен быть то, что мы сохраняем, куда-то сохраняем. И это персюд. Тоже болт вообще классный. Гименов I basic болт. Внутри у него output стрим. Пишем в этом примере просто файловую систему. Поэтому фарелизма больше чем один здесь не будет, иначе мы заложим файл. На самом деле вот сюда можно подключить GDBC, сюда можно подключить Connection High, сюда можно поставить еще диджеты, который будет отправлять то, что в процессе еще куда-то. Что хотите, сюда и вставляйте. Можно все в том что мы будем делать. мы получаем месседж из предыдущего болта и пишем обычным joiner из Common Guava. Тошли вопрос. Да. Главное тут использовать какой-то Sejection как-то бред. Можно, но сложно. Если интересно, могу показать как. Да. Основная идея будет заключаться в том, что вот здесь вы получаете мапу, И вы можете в эту мапу положить то, что угодно. Например, вы в мапу можете положить Spring Context. И здесь его классный депольный Sejection. Нет, ну как? Вы говорите, я ложу туда короче XML. Ну тупо беру строку, ложу в мапу как обжиг, это большой стринг. Потом говорю Spring Over Context равно New Spring Over Context и говорю вот этот вам, вот это твоя инициализация XML, и потом ты можешь здесь короче get и получить пир. Так можно? Но зачем это? Это непонятно. Нет, я вам расскажу один случай, дальше когда это нужно и нужно. Здесь мы получаем месседж, берем у него метадату и joiner в айтер эйблу берем и джойним их через запятую. Классно. И игно ревнула. Use for null, если там null, мы просто пишем null. Записываем record delimiter и в конце флашим. Если падаем, кидаем exception о том, что это fail и все. Что такое clean-up? Clean-up это мы говорим close 2 для output 3. Закрыть поток, чтобы если когда топология стопает, чтобы разлучить файл. Все классно, топология готова. У нас есть jetis spout, который принимает что-то по HTTP, emitит это в xpass фильтры, которые на основании теграны, которые есть в xml, определяют, куда это будет отправлено, и и и persister, которые сохраняют. Как это все запустить? Storm позволяет вам запускать двух режимов в локальном и на кластере. То есть вы можете тестить свои топологии локально. Вам не нужно ничего кроме Windows? Нет. Он даже под Windows сейчас. вам пожилю. Вам нужен MAUVEN, Deep и Grazo. И вам нужно скачать вот это. Dependency. Все. Когда вы скачаете эту Dependency, вы можете делать локально свои топологии и дальше подключать руки. Весь проект он создает типа вот 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 так. Jetty, Storm, ну и Jacksonport для определенных вещей. Ну и собирается в Java. Дальше. Мы хотим протестировать, что же мы наделали. есть класс Topology Builder. Создается вот так. Ну и дальше. В Builder есть совсем немного методов. SetBolt, SetSpout, SetBolt еще что-то там. Set, StateSpout. Это дополнительный интерфейс. В нем довольно немного. Это стандартный Builder паттер для построения топологии. Как это работает? Мы создали Builder и говорим создай нам пожалуйста Spout и называем его вот так. если помните вы спрашивали как можно обойти. TaskID это название XML Spout. Вы можете заимитить и написать XML Spout нет XPath Maestro Assist Vault сразу спаут. Сразу захотите. Вы должны знать название TaskID. Мы говорим создай нам пожалуйста спаут возьми туда вот этот класс и вот этот параметр самый интересный. Параллелизм. Сколько потоков? Для локального мода даже если вы поставите здесь 100 будет 1. Аксинвольт параметон? Да. 1. 1. 2. 1. 1. Дальше мы создали спаут. Мы говорим хочу болт. Создаю болт. Говорю вот тебе болт. Говорю вот тебе 1. Болт. Да вот именно болт. И говорю объедини пожалуйста его по task id. То есть он получает тюфлы из xml спауна. Это понятно. xpass получает все данные из оснований результатов xpass он принимает решение куда отправлять. Там вот этот set bolt там 1. Что еще есть? Здесь? Да. Нет. Вы можете не задать параллель цикл. Тогда это будет 1. Или 1. Или Или 1. 1. Дальше мы создаем еще один болт. Говорим виза присутствует болт. Говорим то же самое и добавляем сюда конфигурацию и говорим какой-то константу и говорим сохраняй пожалуйста мне сюда и эта конфигурация попадет у вас болте в мапе. Если мы посмотрим на persistence болт как я не лициализирую output stream я ему говорю мапа дай мне пожалуйста то что я туда положил да и приобрезу мне к стрингу вы должны точно знать что это лож по другому никак вы можете конфигурить вот это как угодно в мап можно положить все что угодно вот дальше мы должны сказать как же нам это соединить для этого есть global grouping который применяется для всей топологии мы говорим получает данные из xpass болта но только по стриму visa stream точно так же мы конфигурием еще один болт но говорим получай из xpass болта но только по стриму на s все топология готова мы собрали части пазла везде параллелизм 1 local cluster new local cluster этот класс который позволяет вам отправить топологию в локальном режиме config config на самом деле map оно расширенное это конфигурация глобальной топологии здесь есть много методов но один из самых крутых это вот этот нам вор вы можете сказать здесь пожалуйста если у тебя есть 100 машин запусти на 100 машин в локальном режиме и работай ну и дальше local cluster submit topology как ваша топология называется передаем ему конфиг и передаем ему саму топологию и все а как он поймет на какой машине сколько напускать человек это следующий пример это local cluster запускается у вас на локальной машине в следующем примере для ремоут раннера я вам покажу как view exit ну что запускаем еще раз призы это моя кемка раз у нас раздавать кузы классно да вот вот наша долгожданная вот И так, если мы начнем куда-то что-то эмитвать, что-то должно где-то получить появиться. Идем в папку. Вот. Файлы создались, полты поднялись. Ноль. Теперь я хочу что-то отправить. У нас у меня есть сэмпл. И вот он, экзампл. Классный XML. В нем есть ордер. Идея. Паймон Пайп, Прайс и Карринг. Здесь стоит маэстро. Мы говорим, где... Пожухнее. Там. Сначала нам нужен порт. Мы говорим, Tool. Тест вест веб-сервис. Говорим, а вот и вот здесь. Вот туда и папишу. И в реквесте говорим, отправляй файл контент, который лежит вот здесь. И делаем запрос. Все классно. Смотрим логи. Эмит месседж в тоположи. Престит месседж. И если мы сделаем... Я как раз вижу черных по-черному. А, это, кажется, нация. Классно, да? Мы, по идее, можем респонс вернуть от толпоз, правильно? Да. Вы можете поставить тут, ну, последний болт, делай что угодно. В нашем случае он заполняет файл. Классно, да? Теперь... А ну-ка, давай еще раз. И... У нас есть два файла. И здесь его нет. И здесь он есть. То есть X-Pass делит, отправляет на нужный вам болт. Классно. Работает с параллелизмом 1. Самые крутые грабли. С тором. Он идет со своими зависимостями. Поэтому, если вы захотите... Ну, например, самая крутая зависимость это Guava версии 13. Если кто-то из вас захочет взять Guava версии 17, вызовет новый метод, вы получите что? Классно вот вам. Поэтому все зависимости, которые есть вот здесь... Переопределять. И закрементировать версию. Или делать что-то другое. Нельзя. И это доставляет проблему. Хороший вопрос. В локальном режиме вы не можете определить, что вы используете ненужную версию библиотеки. Потому что класс-пасс то, что вам ставит в DS. Поэтому тесты в основном проходят так. На функционал локальный режим. И потом integration-тест на реальном сервере. А не упадет ли что-то сну-класс. И да, это очень много классных оставляет проблем. Грабли номер 2. По дефолту в Storm используется slf4g to log4g липко. И так. Но в основном в некоторой библиотеке, например, что-то. Использует log4g to slf4g. И если вы подложите эту библиотеку, но забудете эксклюднуть log4g to slf4g, вы получите луп. И в итоге все бы хорошо. Обычно локи не должны были писаться. Но баг в том, что Storm не напишет логи, но и настартанется по логии. И почему это произошло, вы не поймете. Поэтому нужно знать log4g to slf4g, slf4g to log4g. Вместе отправлять нельзя. Основная из депенденций, доставляющих здесь всякие радости, это сервлета API. сервлета API 2.5.2008, да. Yodotime 2.0, jeti 6.1.26, а что добавить EN 4.3.3 и так далее. А куратор какой-нибудь? 2.4. А, ну ладно. Все, классно, да? Локально просмотрели. Закрываем. Стопаем. Ура. Чистим наши конфитки. Все, пусть ничего нет. Хорошо. Как мониторить власть? Я скачал, установил Zookeeper, локальный у себя на машине и Storm. Как поставляется Storm? Это GIF. Да. Вот он просто. Занимает он 20 мегабайт. Внутри архива есть главная функция. И вот самая главная сторона. Я вот. А, я не писал. Не видно, да? А, я знаю. Чтобы вывести так, да? Давай. Я хотел бы GIF скопировать. Внутри архива. Да. Да. Вот что-то такое, да. Итак, это вот все настройки, больше нет. Мы говорим, где расположена локальная территория, где расположена Java. Говорим, где Zookeeper, говорим о каком порту, выставляем все тайм-аут. Вы спрашивали, как он определит. Он смотрит Zookeeper, если теряет connection, тайм-аут, вот это число. Он думает, что-то не так. Воркере нужно рестартовать. Это раз. Ну, здесь, как он будет проверять Zookeeper, не сильно интересно. Ну, если Zookeeper упадет, то, я так понимаю, будет в сторону работать? Да. Он рестартанет вам воркер, и будет рестартовать вам воркер. И вот. Такая вот вероятность. Поэтому с Zookeeper ставят в основном как минимум три. Поэтому, чтобы все три тачки упали одновременно, это довольно проблематично. Решается так. Еще есть один паттерн, вы можете поставить Zookeeper на ту же машину, что и Nimbus. И тогда подключить Nimbus к этой же машине. Если упадет Nimbus, значит упадет Zookeeper. Отключение Nimbus не аффектует работу топологии. Вы не можете задеплоить новую, либо убить. Они будут работать, но что-то новое с ними делать вы не сможете. Сделать Rebalance тоже не получится. Если, например, вы же читал четыре ядра процессора, то сможет ли Zookeeper дать своевременный аллерг? На Nimbus основной нагрузки нету. Нимбус это координатор. То есть запускаете просто Nimbus и просто Zookeeper. Нимбус он просто будет получать топологии для теплоя, проверять стейты и все. Больше нагрузки там не будет. Это один из паттернов, какие можно использовать. Я имею в виду GVM, которые на супервайзера. Но это другая физическая машина. Но да, если именно там GVM выжирают... Да, тогда он сделает Rebalance и поэтому он узнает об этом и перенесет этот Worker с машиной, которая нагружена, на ту, которая не нагружена. То есть по этим параметрам он сможет это сделать. Нимбус хост, два отрядов поля. Вы можете задавать прямо напрямую джавовские настройки. С какой периодичностью в секундах опрашивать. Вот супервайзер тайм-аут в секунду. То есть если супервайзер не отвечает 60 секунд, можно делать любопыт. А и пишет, а здесь как машина, которая будет настройка, вы можете сделать? Да. И сейчас мы покажем вам это. Вот. Супервайзер слот. Вот здесь по дефолту четыре слота может быть. Я их уменьшил до двух. Потому что на локальной машине задавать у них не очень важно. На самом деле, чтобы развернуть StormCluster, вам нужен просто этот архив. На одной машине вы делаете этот архив, вы запускаете StormNimbus, поднимается Nimbus. Здесь есть конфигурационные параметры. Вот он, Nimbus.UVL. На другой физической машине вы берете этот же архив, разархивируете, указываете здесь реальный Nimbus.UVL.UVL.UVL.UVL.UVL.UVL.UVL.UVL.UVL.U. Этот архив, сама поставка этой супервайзера, и Nimbus, и UI-ка одновременно. То есть, в зависимости от того, как вы запустите, это будет то, что вы запустили. Тут еще много настроек, и давайте перейдем дальше. Потому что, можете посмотреть в интернете недоступно. То есть, особо их не очень много, чтобы купить и взял. Ну, это не ходу. Извините. Это не параметр GVL. Итак, StormUI, это UI-ка, которая позволяет вам видеть состояние кластера. Вот. Классно. Итак, мы видим. У нас есть один супервайзер запущен на этой машине. Вот его ID-сник, вот его Uptime. Сколько у него слотов? Два. То есть, он может запустить две физических GVM. То есть, три слоты по GVM. Тотал экзекуторов ноль. Все помогаем. Классно. Дальше. Еще один мега грабли. Та мапа, которую вы передаете, это вот здесь. Поэтому передать сюда пароль Вася Пупкин или еще что-то, не зашифровав, будет печально. Потому что любой, зайдя вот сюда, увидит все, что вы туда передаете. То есть, когда вы добавите новое поле, оно будет тут. Для вашей каталогии. Это плохо. Итак, идем дальше. Remove the runner. Да. Я, наверное, уже из графика выбился, да? Намного. Да. Да. Хорошо. Нет. Классно. Тот же самый механизм. Говорим, по полочи билдер, много по полочи билдер. Говорим, xml spout. А давай два подруга. Классно. То есть, если один упадет, второй будет работать. Сторм сам зареквалансирует. Идет. Чтобы показать, как это работает. TextPath, Vault 1. И все там в одном. Это мы несловим. Точно так же. Показывать не нужно, да? Следующий. Это один из хаков, как можно deploy-ить на Storm без Storm. То есть, с помощью Java. Запускаете один класс, один класс. На самом деле, на Nimbus нужно отправить JAR. JAR, в котором будут ваши классы. Поэтому, вы должны свой проект собрать. Просто JAR и Plum будут классы. Storm будут их грузить по классным именам. Которые вы задавали ему. Вот вы говорили JAR, он возьмет у него имя. И достанете его из FastPath. Поэтому, вы должны этот проект собрать. Получить JAR. Вот так это можно хакать. Я его собрал. JAR у меня есть. Я говорю, config new config. Говорю. Nimbus host вот здесь. Nimbus script form вот тут. Зу-киперы на таком порту висят. Я говорю, по аналогу запустил. У меня это на двух физических JVM. Max Spout pending. 5000. То есть, если спаут не имитит. У него не получается получить acknowledgement или фейл более чем 5000 раз. Он деактивируется. И ждет. Потом активируется. Если болты поднялись, он опять подправляет. И вот последняя строчка. Вот эта. Вы должны указать. Вот такой вот. Так StormJAR где он бежит. Напоминаю, это один из А. Задеплоить на Storm можно множеством способов. Это довольно самый быстрый, самый масштабированный. То есть, вы можете написать, допустим, WebUI. Который будет брать вас в JAR, и автоматически поднимать топологию. И автоматически опускать. И у вас это все будет вообще динамически. Да еще и Bootstrap анализ идет его. StormSubmitter. Это вспомогательный класс, который говорит. Отправь-ка мне топологию. С таким вот названием, с таким вот конфигом. И саму топологию. На самом деле, внутри этого класса, он вызовет метод. СадмитJAR. И потом СадмитТополочка. И у него есть 2 колбайка. Если эта топология уже запущена, вы не можете запустить ее еще раз. Вы получите exception. Если вы задеплоили топологию, например, закольцованную, Nimbus ее проверяет. То есть, если вы пытаетесь из спаута в спаут отправить, он скажет, вы дурак и не задеплоит. И это помогает. То есть, вы можете ее как бы наконфигурить, но оно не получится. Итак, что мы сделаем. Мы возьмем этот класс и запустим. И рум пронет. Старт. О! Классно! Все! СадмитТополочи. То есть, аплодим тополочи. Саксесс аплод. СадмитТополочи. Финишер СадмитТополочи. И мы ожидаем, что вот здесь она появилась. И она работает. Вот она. И она говорит, у вас есть маэстро персисплоск, виза болт, экспас болт, экспас болт, xml спаут. Причем у него экзекуторов два. И вот так они распределены. И мы еще ничего не видим. Надо только жрать. Да, да, да. Ну, есть тут классная фишка. И вот так вот, вот, блядь. Вообще, да. Круто! Бать моя! Вообще! Вау! Вау! И вы можете сказать, хочу это. Только ради этого. Вот только ради этого надо. Предыдущая версия этого нет. Да. Переходим. Да. Переходим к не очень, типа, крутому определению. Где же все-таки Jetty поднялись? Как вы видите, вот наши логи. Идем в конец. И вот! Jetty Start. Копируем. Идем в React-клиент. Вставляем. И отправляем. И все классно. Если мы теперь посмотрим еще раз. И пойдем в конец. Он отправил на одной поркере. Вычитал на другом. Файл. Но в итоге все равно файл у нас, я предполагаю, должен быть. Что надо делать? Эй. Файл. Вот так. Посмотрим. И замкнут. Вот он. У нас два Jetty, поэтому мы можем найти его и в другом логин, а другой GVM. Портер 0.1. Да, он действительно поднялся уже на другом порту. Опять копируем. Опять вставляем. Давайте поменяем здесь Visa на Monesta. Скажем. Отправляем. Вот так вот. И мы скажем. Видите? Вы видели? Вот. 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 Я в прошлый раз отправлял на том порту. А сохранила. Ну, отправлял на одну GVM. А сохранила вторая GVM. О, как классно. Вот. А если это будет еще и две разных машины, вы можете отправить на одну машину, сколько на другую. И говорить, сколько параллелизма, сколько угодно. CD. Вот. Да. То есть, если посмотреть на эту супер картинку еще раз, как вы и спрашивали, вы видите статистику? Видите? Вы даже можете ее потрогать. Да. Вы можете даже ее потрогать, но она обновляется согласно тому времени, за сколько вы опросите звуки. Поэтому я еще ничего не сохранил. Если вы видите. Фарсист 0%. Почему отправлено 20 дюклов? Ну, это немного баг. Правил по сообщения на самом деле 20. Ну, и вы можете посмотреть разную статистику, которая здесь сохраняется. Здесь вы можете увидеть, что действительно поднялось два инстанса моего джетиспаута. Один вот здесь, один вот здесь. Оба прошли по первой. 20? А по второй ничего. Оно еще не обновилось. Ты хотел 120? Нет. Вот так. То есть мы построили вот такую топологию. У нас два джетти. Причем мы можем джетти выбрать такой сбок и так балансировать нагрузку. Единственное, на что нам накладывает, нам нужен клиент, который может дизунически читать. Куда же нам паблишить? По сторону все. И давайте очень быстро, по паттернам, как это делать. Что мы имеем? Быстро, легко конфигурить, всего 50 properties. И довольно легко разрабатывать. Как вы видели, мы имплементовали три интерфейса и получили просто Highly Available и Highly Scalable Application. Мы одним нажатием, ну, одной инк переменной говорим, сколько потоков, да и на скольки машины. И теперь, как это работает. На самом деле, довольно хорошо сначала данные хранить в очередях каких-то, чтобы сбалансировать нагрузку. Для этого у Storm есть готовое решение для Kafka. Kafka знаешь, как это такое? Message Q. Да, это Message Q, написанное на скале. Иногда она доставляет. Вот, она очень непроизводительна. Есть готовое решение для Kafka. Есть готовое решение для Active Enqueue. Есть готовое решение для Zero Enqueue. Есть готовое решение для Rabbit Enqueue. То есть, вы просто качаете в сторону и в нем уже внутри есть. Готовое решение спаутов, которые будут чесать из этих очередей. Вы как-то ложите в очередь. Все классно. Дальше спауты отправляют данные, если посмотреть, в Worker. И здесь вы задаете параллель. Да, вот, хочу обрабатывать все, что есть в этой очереди. В 1000 потоков не успеваю в 2000 потоков. Не хватает машин, я заказываю у заказчика. Отдай мне, пожалуйста, еще один бокс. И можно так преживать дальше и дальше. Основной довольно красивый метод решения каких-то проблем. Например, вот с Jetty. Мы делаем так. Мы создаем спауты, на которые запускается Jetty. И эти Jetty ложат напрямую в эти почери. Например, представим себе, что вот здесь в самом начале, в перепочери, есть еще один спаут. Вот тут. Этот спаут по Jetty получает, он параллелится, между мнениями есть прослойка из очередей. Мы получаем миллион сообщений, складываем их сюда. Если другая часть топологии умрет, мы все сохраним. Потому что это в Persistent допустим очередь. И также мы защищаем себя от слишком быстрых производителей и можем здесь задавать большое количество спаутов. Паттерн такой, мы создаем спаут, который получает из Jetty и ложит сразу в очередь. Создаем вторую топологию. Берем спаут, читаем из очереди. Все, мы защищены от fast-consumerов и slow-producer. Дальше отправляем этот процессор. Последний процессор ложит в очередь. Потому что, допустим, вы хотите получить по Jetty, обработать, преобразовать и отправить по Jetty результат назад. Ну, HTTP запросом назад. Или если это full-модель, особую принципиальность вы можете потерять. Допустим, endpoint недоступен. Ну, куда вы паблишите, вы это все будете терять. Поэтому использовать такую стратегию. Выложите это в очередь. И потом следующим болтом, следующим спаутом из очереди читаете и в этом же спауте пишите отправлять. То есть у него nexttuple берет из очереди, но коллектор метод не вызывает. Он просто отправляет. Я уже очень сильно забежался. В чем вы, да, выигрыш? Выигрыш? Производитель. Вы можете highly scaling вот этот вот. Сколько процессов вы будете считать из очередей? То есть раньше вы были синхронны, да? Вы вам отправляли сообщения. Ну, очереди. Они довольно быстрые. Очень быстрые. Причем капку, если бы рэпид инкью сделать, потому что в десять можно скелиться. Ты можешь сказать десять очередей. Это будет как один из нас. Тогда ваш спаут в десять потоков с десяти разных очередей будет читать. Это было слово balance, по сути и прочим. Вы можете задавать количество спаутов и читать из этих очередей. Если вы не успеваете причитывать все, что там есть, то вы говорите, а еще один спаут. И тогда вы успеваете в читер. И так вы можете управлять нагрузку. В основном этот паттерн, это storage queue называется. Еще можно добавить, если очередь у вас упадет, вы можете сохранять, например, данные в Cassandra. И это очень часто используется. То есть как будет это работать? Вы получаете в Kafka. Например, сохраняйте в Cassandra. Если Kafka падает, данные есть в Cassandra. Вы можете их зарепроцессировать. Вы потерять ничего практически не можете. У него все у вас есть. Блин, времени уже много. Давайте дальше. Реальный пример. Вот ради Twitter. Как они сделают? Ну, в принципе, тут самые спауты. Генерятный ворк. Ну, слова. Потом мы считаем, какие там есть. Считаем, сколько слов встречались. То есть, есть сразу 500 пример. Ворк каунт. Открылись везде. Ну, я не стал его показывать. Как он работает. Что нужно почитать? Лучшая документация на официальном сайте Storm. На Хабре есть пару статьи. Три статьи. Ну... Переведенных. Да. Не особо. И есть хорошая презентация. И есть также книжки по Storm. Их можно почитать. Запомнить. По моему личному мнению, лучшая документация. Пей. На этом всё. Извините, что я вас задержал ещё на 40. Пей. Хабрин. Хабрин. Пей.